Обзоры на самую дешевую косметику с Валборис я видела у многих, а вот распаковку самой бюджетной косметики золотого яблока я вижу не часто. Я вообще никогда не видела, если честно. Надеюсь, я первая, но я сильно в этом сомневаюсь. Ребята, всем привет, Аксюша! Добро пожаловать на мой YouTube-чанел! Спасибо всем большое за подписки и лайки, это действительно мотивирует снимать больше роликов, а как вы заметили, я их выпускаю достаточно часто. С учетом того, что я монтирую их сама, угу. Как вы могли заметить по заднему фону, я большой любитель заказывать из этого онлайн-магазина, да и не только онлайн, неважно. И я что-то так подумала в один момент, когда листала сайт, почему бы я не сделала подобные ролики, правильно? Хоть я и заказывала косметику неделю назад, но на некоторую косметику уже успели поднять цены, на что-то опустили. Короче, цены в ролике и в магазине могут включаться. Вообще, тон я добавляла в корзину, но, видимо, как-то не заметила, и при оплате покупки он мне показал, что его нет в наличии, но я этого не увидела, поэтому без него. Тон я уже нанесла, но совсем немножко. Зато я заклала два консилера. Первый от Париса, этот бренд в ролике будет встречаться довольно часто, я даже не знала, что у них настолько бюджетная косметика, причем отзывы хорошие. Это корректор сейчас. Это корректор для лица в оттенке слоновая кость. Самый-самый светлый цвет, но что-то мне кажется, он каким-то переламутровым. Плюс ко всему, я считаю, что подобные стики, это не гигиенично, ужасно гигиенично. Показываю вам оттенок, и у меня такое почувствие, что он будет скатываться. Причем съедать тон дополнительно ко всему. Хотя он совсем не заметен на коже, посмотрите. У него больше матовый финиш, полупрозрачный тон. Давайте я ему попробую перекрыть свою болячку. Правда, не вижу в этом никакого абсолютно смысла. Ну, да ладно. Им я пройдусь под Тайзоне. Он такой желтый, я думаю, ему нужно немного времени, чтобы за счет высокой температуры кожи он растворился, стал помягче, и его легче было распределить. Но нет, ребят, это ужасно. Его жутко заметно на коже подчеркнул все шумшения. Абсолютно все съел тон. Ставлю дизлайк второй вариант. Консилер от Estrada за 171 рубль. Он 21-й. Его я нанесу под глаза, например. Посмотрим, как он перекроет мои жуткие синяки. Я прямо не церемонюсь. Побольше его, не правда. Да, высшая космиссия, но присяду ниже. Ну и вот сюда я наношу. Знаете, чтобы... Я видела, вроде так Хелли Бибер делает. Ой, было Хадид, кто-то из них. Как все перепуталось у меня в мозге. Try to match it. Еще куда-то сюда они наносят. Наверх носогубки. Берем мой спонж. Многие говорят, что он грязный, но я реально только его помыла. Но это не отмывается. Даже не многие одна девочка только сказала. Так что пока не загоняюсь. Да, он растушевывается в разы лучше. Даже хорошо. Меня радует, что в золотом яблоке нет никакой не сертифицированной косметики, которая делается на каком-нибудь подпольном заводе. Поэтому почти все продукты я могу вам рекомендовать, если они мне понравятся. Остатками спонжа я прохожусь по верхнему веку. Чуть я не до конца понимаю, он перекрыл мне синьки или нет. Ну, вроде бы да. Я часто сижу на зарубежном ютубе, обожаю смотреть, как Белла Хадид делает свои макияжи или показывает, как ухаживает за кожей Хелли Бибер. Дальше по плану наносит пудра за 185 рублей. Также от Париса. Но что ты мне подсказываешь, что это больше похоже на румяна, потому что он слишком оранжевый оттенок. Абсолютно никакого желания наносить это, допустим, под глаза. В качестве бейкинга упаковка удобная. Интересный дизайн, рефил в виде листиков. Я заказала себе кисточки от Red, но вообще не планировала показывать их в распаковке, но их буду использовать сегодня. Беру кисточку побольше. Они вроде бы не то чтобы бюджетные, но они сильно дорогие тоже. Они больше для поездки предназначены, как мне кажется. Сначала хочу сделать сводч. А я бы не сказала, что это какой-то персиковый цвет. Я думаю, на свету будет видно, да? Его настоящий лэээ. Консистенция мягкая, но он не продавливается. Слушайте, нормальный цвет. Легким слоем. Ой, сейчас лбу, конец. Хотя бы нетрупный цвет. Тоже хорошо. Какие-то плюсы ищем, ладно. Прикол, если это все окислится, я вообще буду оранжевым кем-то. Я бы не сказала, что совсем все плохо. Ну, заматировал. Заматировал. Котирки не скатываются, кстати. Какое у меня милое лицо. За свои деньги лайк. Боже, ребят. Я, короче, заказала палетку для кондуринга, но она оказалась кремовой. Надо было до этого их наносить. Стоит она 214 рублей. Я каким-то неведанным образом заказала две штуки. Ладно, допустим, контурит коншик можно и на пудру нанести, например. Давайте попробуем что-то здесь сделать. Ой, выглядит как дешевая помада из детского набора. Наш бронзер. Бронзер как бронзер. Смотрите, как хорошо втушевывается. Ну, неплохо. И хайлайтер, насколько я понимаю. Вообще, кремовое все это сейчас модно. Поэтому хайлайтер вообще не похожий. Вообще. Никак не добьешься. Все, типа. Может, на свету будет лучше. Но пока дизлайм. Беру кисточку. Жалко, но ладно. Давайте я лучше из палитры. Вот еще, опять же. Чем это наносить? Руками доставать? Если да, то это супер негигиенично. Хочется, что тут кисточка и не нужна. Я решила взять именно бронзер, потому что что-то я пересмотрела всякие видосики зарубежных блогеров бьюти. И они там все бронзером делают. И контуринг, поняли? И все дела. А неплохо. Так натуральненько выглядит. Еще и свечение появилось. То есть, можно и хайлайтер даже не наносить, например. Можно даже еще чуть-чуть добавить в тон. Мой от Estee Lauder идеально втушевывается. Вот где на консилер заходит, тоже не вижу проплешин. Смотрите, как отлично. Что-то я на него зря походу нагнала. Я даже очень советую. У нас, правда, именно законтурируешь. Скриньте лайк. И даже хайлайтер немножечко. Золотистая. Да, натуральная. И это причем не выглядит как сейбиум, который выделился после тренировки, например, или коттного зала. А весьма естественно. Я такое добре. Приступим к бровям. Для этого я заказала палетку от Estrada. Не понимаю, почему у меня именно два бренда этих преобладают в данной распаковке. Просто так получилось, что у них действительно огромное количество бюджетных, хороших продуктов. Именно эту палетку я даже у кого-то видела. Одного лайв-блогера, которого я там смотрю иногда. Очень похожа на палетку от Divash, что ли. Там также есть этот непонятный, совсем ненужный рефил с мылом прозрачным. Это, видимо, гель для укладки. Он просто в конце, когда вы пользуетесь этой палеткой, например, за полгода. А именно столько не хватает подобного. Просто вот все будет в пятнах, крошках. При условии даже, чтобы вы этим не пользовались. В комплекте идет кисточка. Я всегда ими пользуюсь, если они идут. У них такие тоненькие щеточки. И есть еще с другой стороны штучка для расчесывания бровей. Я просто заполняю те места, в которых мне не хватает волосков. Вот здесь вот мне нужно уголочек сделать. Я даже не знаю, какой тут цвет взять, но что-то у меня такое чувство, что это какой-то сатиновый цвет. Ну, такой он полупрозрачный. А вот этот потемнее будет. Да, это сильно пигментированный. Давайте, наверное, поспокойнее возьмем. Тем более натуральные сейчас в моде. И просто более светлые брови, они делают взгляд легче. Ну, я так считаю, ребят. Может, они у меня получатся неровными, но все по плану. У меня же свои брови неровные. Конечно, попытаюсь более симметрично их расположить. Для своей цены в 198 рублей весьма неплохо, если... Что тут вообще все ходовые одинки, помимо вот этого геля? А если вы им пользуетесь, то это вообще настоящее чудо. Куш. Зорвете, если купите. Тут что-то мне кажется... Да, что это все выпадает. Окей. Ну, я думаю, вот эти рефильчики тоже могут выпустить. Мои брови. Ну, такие. Я зачем-то сейчас заказала вообще три продукта для бровей. Вот такой гель от Artvisage за 102 рубля. Думаю, его я сегодня тестить не буду. Вот такое мыло для бровей от Estrada за 171 рубль. Это уже звучит интереснее. Вроде как он прозрачный. Опять же, Estrada гель для бровей цветной уже в оттенке 13. Ну, тон 13. За 206 рублей. Чем же это отличается от блеска? Кто-то мне скажет, щеточка не очень удобная. Я думаю, те, кто укладывают брови мылом, они хотят видеть что-то по типу ламинирования. А здесь этой эффекта абсолютно никак не добьешься. Даже если сильно захочешь. Хотя... Да, если сильно захочешь, я думаю, что это получится. Так, у меня один раз в жизни было ламинирование бровей. Это мне не понравилось от слова совсем. И здесь же, смотрите, это со средством, это без. Прям эффект виден невооруженным глазом. Если я еще постараюсь и захочу пригладить их получше коже, то это у меня получится. Но я такой эффекта добиваться не хочу. Поэтому меня устраивает то, что получилось. Но по консистенции, если честно, похоже на какой-то плотный гель. Мы такое в корзину добавляем. Я подавился. Ладно. Блядь. Я сделала укладку на двух бровях. Это 10 из 10. Это миллион из 10. Этого эффекта абсолютно никак не добьешься. Даже если сильно захочешь. У меня средние брови по толщине и не каждый гелих укладывает. А вот это мыло. Находка. Вау-у-у. Вау. Ты никак не добьешься? Я такого не ожидала. Я заказала три палетки для глаз. Давайте выберем какую-то одну. Первая, это, конечно, от Париса. Не знаю, каким чудом опять этот бренд у нас вылезает. Стоила она 216 рублей. Есть в разных оттенках, но в наличии остался только вот этот голубой. Да, цвета не супер актуальны, но некоторые мне показались удачными. Есть тут даже небольшое зеркало. Дизайн мне очень нравится. Чем-то начинает палетку от L'Oreal, что ли. Интересные гравировки, неоновые ключики, звездочки. Я такое люблю. Я уже не понаслышке знаю. Сама тестила. И знаю, что тени от этого бренда хорошо опигментированы. И тут есть какие-то, не знаю, компоненты, которые реально обеспечивают стойкость теней в махиаже. Говорю так, как будто рекламирую, но, блин, то есть, то есть. Есть даже некоторые пигменты, я помню, вот у меня прям с крупным блестком, которые как будто влажными в нанесении становятся. Но здесь, я думаю, такого нет. Я вам прикреплю обязательно свочи. И дополнительно скажу, что формула какая-то их позволяет легко наноситься теням, а мягкая текстура обеспечивает легкость перерастушевки. Тут целых 8 цветов, что позволит сделать неограниченное количество макияжа. И пишите, как вам она. Мне пока лайк. Ура, что-то нет Париса, а не от Эстрады. Это какой-то бренд Фейрис, Фа... Фарис, Фа... Ну, в общем, напишите в комментариях, я не знаю, как бренд читается. Называется High Girl. Пишет, что какой-то косметический набор 3 в 1. Помимо ходовых оттенков, если что, они все сатиновые есть, матовый румяна, наверное. Да, смотрите, это косметический набор для полноценного макияжа. Хайлайтер, корректы тени. Корректора я тут не вижу. И до вечернего макияжа она, ну, оттянет. Мне уже не терпится сделать свочи. А свочи тут, как и оттенки теней, шикарные. Посмотрите на эту коричневую, как будто металлику, розовую и золотистую. Хайлайтер тоже не проем произведения искусства, а неплохой. Они легко растушевываются, наносятся, наслаиваются. Стоит она всего 194 рубля и компактная, при этом универсальная. Давайте я сначала нанесу румяна, потому что именно их у меня не хватает на лице. Напивка хорошо держится, хайлайтер, он еще подсел. И еще как вторая кожа стала. С бронзером все то же самое. Я беру вот эту красную кисточку от Red. Я без понятия, нужно ли стирать кисточки, прежде чем их использовать, но я думаю, что нет. Пушистый наношу себе на яблочки. Да, хорошо поверх хайлайтера ложится кремового. Приятный пыльно-розовый оттенок. Ничего плохого сказать не могу и не хочу. И третья палетка, она также не от двух этих брендов. Это Lovely Collection. Палетка в оттенке какой-то золотистый беш, 0,1. Я искренне не понимаю, зачем вот такие вот штучки нужны. С пуховками по бокам. Только если у вас не длинные ногти, и вам срочно нужно вот сюда хайлайтера нанести. Другого я какого-то объяснения не вижу. Здесь также почти все сатиновые оттенки. И только один. Очень хорошо пигментированный. Матовый. Как будто вот это и вот это один цвет. Есть такой момент. Вот этим я точно не буду краситься. Она меня вообще не привлекает. Ну, может, возьму вот этот один цвет. Хочу эту. Сейчас только перед этим я, наверное, еще буду использовать хайлайтер. О, боится, конечно же. Я его купила за 216 рублей. Пудра-хайлайтер для лица. Я не понимаю, зачем нужна пудра-хайлайтер? Пудра подразумевает нанесение на все лицо. А зачем мне, чтобы мое все лицо блистало? Он тут разбит. По бокам видно. Надеюсь, ничего сейчас не будет вылиться. Хорошо, тем более у нас уже золото нанесено. Наверное, более большистой кисточкой надо делать, но окей. Вау, посмотрите, как он сияет. Еще и не пятнит вроде. Неплохо, неплохо. Мне очень нравится. Я наношу на носик и на перегородку. В реальной жизни все так же прекрасно, как и на камере. И такое чувство, что даже лучше. Я однозначно советую этот хайлайтер. Я беру темный свет из палетки Париса. И наношу его в голову глаза. Хотела сказать вообще сюда. Я вообще не беру цвета никакого. Вы можете заметить, у меня нарощенные ресницы. Наращенные. И что-то я пигмента вообще не вижу. Может на камере... Да, на камере есть реально. Захожу немного в складочку. И стараюсь растушевать кверху. Да, на камере реально есть какой-то результат. Может я что-то не так делаю, но он мне так показался среднеплотным. Теперь я беру вот этот розовый цвет, который казалось бы румяна. И наношу сюда, как бы втушевываю к серединке. И вот сюда вот. Ой, видно было, короче, сюда и сюда. Я и в последнее время не люблю яркие макияжи. Поэтому мне все устраивает. Но, конечно, это... Ну, типа, ребят, если что, я наношу без подложки. На чистую кожу, считай. Тоненький-тоненький слой консилера. Но немного симпатичный все равно получается. В нюдовый нюд. Ну, в серединку я бы хотела нанести вот этот вообще розовый такой. Хайповый. Ну, что-то мне кажется... Норм будет? Давайте норм. Давайте норм будет. Такой металлический. Или светлый лучше нанести. Ну, все, я уже начала. Нет, надо было светлый наносить. Ну, все уже решено. Можно назвать розовое месиво. Как вам такая идея? Розовое хуй. Ну, обычно макияж криворукий. Средка, может, все исправит. Докрашу нижнее веко и вернусь к вам. Короче, я еще вот сюда, вот, до середины глаза решила нанести вот этот оттенок из палетки нашей третьей. Будет выглядеть весьма удачно. И также продублировала темными тенями. Горочный склад. Добавила хайлайтер на необходимые места под брови, например, вот сюда. И приступим, наконец, к губам. Стойте, какие губы нет? Мы сейчас не закончили с глазами. Для них я еще сказала подводку для глаз. От Париса, естественно, за 216 рублей. Там все дешевле сейчас дальше. Я ее потестила немножко. Сделала вот такую штучку на ноге себе, и она не стерлась за день. У нее супер тонкий фетровый наконечник, который можно нарисовать абсолютно разные по толщине стрелочки. Причем супер легко. Чем-то напоминает на винсобо. Еще одна подводка, блин, от Париса за 202 рубля. Уже в таком тюбике интересном. И у нее вроде бы острый, да, острый. Наконечник я такие ненавижу. Я искренне не понимаю, как вообще можно что-то аккуратное нарисовать. Нет, это мы точно использовать не будем. Это... Sorry, до свидания. Еще я очень жирные стрелки рисую. С каким-то как будто голубым оттенком. Водостойкая тушь от Estrada за 206 рублей. Да, щеточки такие, какие я люблю. Силиконовая. С тонкими щетинками. И она, наверное, больше будет удлинять. Ясница. Еще одна подводка фломастер. Это уже бренд. Сами читайте, позориться не буду. Я стоила она вообще 123 рубля. Но от этого же бренда GM у меня есть фломастер для бровей. Я его обожаю. У него получаются самые естественные и аккуратные волосочки. Вроде бы вы даже его видели в моей одной из распаковок. Плюс ко всему он отлично держится на коже. Но он у него достойкий, насколько я знаю. Но фломастер зачетик. Возможно, и им я буду рисовать стрелочку. Он стоит у нас 123 рубля. И такой карандаш от Париса в черном оттенке. За 81 рубль всего. Это 501 оттенок. Тоже посмотрим. Да, он, я думала, если честно, пластмассовый. Но оказывается, что деревянный. Начнем. Блин, с макияжа я, наверное, не хочу делать. Давайте просто сделаем сводч. В меру мягкий. И вроде как хорошо пигментированный. Я бы прорисовала верхнюю сличистую. Но у меня там сейчас нарощенные ресницы. Вряд ли, что это нормально получится. Так, я беру вот этот вот маркер. Делаю себе миниатюрную стрелочку. Им это делать удобно вроде как. Посмотрите, какая-то тонюсенькая получается. У меня с нарощенными ресницами вообще стрелки никогда не выходят. Я закрашиваю только начало. Думаю, чуть-чуть длиннее. Так, наверное, нормально. С этой стороны повторяем то же самое вообще. И обязательно я сейчас прорисовываю внутреннюю стрелочку. Это внутреннее, устранение глаза. Я, как бы, знаете, рисую продолжение. Моего глаза не выше, не вниз. Круче, ниже можно, но не выше. Что-то подобное не получается или не получается. Тут уже сами решаете. Вроде нормально. Теперь тестируем тушь. Я, наверное, окрашу только нижние ресницы. По нижним ресницам часто можно понять, хорошая тушь или нет. Я сначала делаю все так вот. Вот так вот, вот так вот. Вроде схватывается хорошо. Приклеивается на мои малютки. Их прям, правда, не видно. Супер короткие. Это, похоже, удлиняющая тушь. За свою цену очень хорошо. Тебе джетную тушь вот эту советую. Ну так, не хочу сильно прокрашивать. Вроде пока норм. Теперь остаются губы. Губы сейчас сделают всю картину. Для этого я заказала три агрегата. Теперь это карандаш для губ. У вас три секунды, чтобы отгадать, что это за бренд. Раз, два, три. И, конечно же, Париса стоит 81 рубль. Как карандаш для глаз. Оттенок 445. 425. Не хочет он нормально ложиться. У меня тут волоски на руке, но цвет вроде нормальный. Нюдовый. Ну, слушайте, твердоват. Еще один карандаш от Waytech. Waytech, наверное. Он уже с точилочкой идет. Стоит всего на 6 рублей дороже. 87 рублей. Ну, точилка. Это хороший козырь. Здесь уже потемнее будет. Скатывается точно так же, как и Париса. Да, оттенок, мне кажется, не такой натуральный, но симпатичный. Давайте им накрасим. Рисую контур. Извините за болячку. Мне все прекрасно. Консистенция супер. Всему периметру закрашиваю. И номер три. Это масло для губ. От Estrada, конечно же. Это 0,4 оттенок. Называется Первая любовь. И стоит он 155 рублей. Масло мне не помешает. Губам. Губам конец. Они шелушатся ужасно. И срочно нужно увлажнение. Давайте это сделаю. Он с таким красивым красным оттенком. Подобный есть у меня дейвент с собой. А пахнет как вкусно. Что-то мега сладкое. Какая прелесть. Какой-то конфеты карамелькой. Карамелькой вспомнила. Смотрите, что у нас получается. За счет того, что это масло, оно вообще не липкое. Плюс будет впитываться в губы. Или вы сможете это съесть. Уже есть с таким запахом. Комендация шикарная. Карандаш в оттенке, если что... А, на сайте представлен как 81-й. Если сюда еще что-то розовое добавить внутрь. Хорошо, что его нанесла. Потому что париса мне показалась бы каким-то слишком светлым. Ну вот и все. Наш макияж готов. Максимальный нюдик и принт. Он даже чем-то похож на вот этот вот латте мейкап. Который сейчас популярен в тиктоке. И как раз таки, например, вот выдержала удар. Можно вот этой палеткой сделать что-то подобное. Обязательно пишите в комментариях, как вам. Понравилось или нет? Ну я стараюсь. Правда, я очень сейчас стараюсь, когда делаю макияж. Потому что это получается у меня не так себе. Мягко говоря. Ребята, как вы можете заметить, я уже смыла макияж. Потому что сейчас 5 часов утра. Я уже собираюсь спать. 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 Спасибо огромное всем, кто досмотрел это видео до конца. Я буду рада вашей подписке. Буду рада обратной связи. И любой другой коммуникации с этим роликом. Всех сильно-сильно люблю. Всех целую. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мои сильные социальные сети. Это повышает мою мотивацию. Мотивацию. Я спать. Окей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok